Друзья, привет! Сегодня у нас ООН и очередная нестабильная точка на нашей карте, из-за которой может начаться большой замес, а именно Северная Корея. Американцы там проводят постоянно свои учения, причем с задействованием ядерного потенциала. Там интересные бомбардировщики летают, интересные подлодки плавают, то есть тренируется там не пехота. Товарищ Ким запускает ракеты свои постоянно, дальше, выше, смертоносней, напряжение растет. Китай, я напомню, уже предупреждал Соединенные Штаты, что если те сунутся в Северную Корею, то Китай за нее впишется, причем в военном плане. В общем, спокойным этот регион не назовешь, как и, наверное, любой на нашей планете. Ну а сейчас, после очередного запуска со стороны Северной Кореи дальнобойной ракеты, американцы быстро созвали заседание Совета Безопасности ООН. КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету типа Хвасон-18 в 8.24 утра 18 декабря. Ракета пролетела расстояние около тысячи километров и достигла высоты 6,5 тысяч километров, прежде чем упасть в море. Это пятый пуск межконтинентальной баллистической ракеты в 2023 году, после Хвасон-15 в феврале, Хвасон-17 в марте и твердотопливных ракет Хвасон-18 в апреле и июле. Системы способны, как сообщается, достичь большинства точек на земле. Американцы, как обычно, стали строить из себя жертву, мол, люди добрые, посмотрите, что происходит. Нам угрожает Северная Корея, после чего завязалась перепалка между нашим дипломатом и американским. В общем, заседание было жарким, интересным, и сейчас мы его посмотрим. Посмотрим на эти заявления, посмотрим на эту перепалку. Итак, Соединенные Штаты уже традиционно стали заявлять о том, что от нас не исходит никакой угрозы. Мы за диалог. Прежде всего, хотел бы подтвердить, что Соединенные Штаты осуждают самым решительным образом пуск межконтинентальных баллистических ракет в эти выходные. Можно многое сказать по поводу этой угрозы международному миру и безопасности. Однако, я бы хотела прежде всего сказать, почему мы не здесь. Мы не здесь, вне зависимости от того, что говорят КНДР и два ее защитника в этом совете, поскольку из-за встречи между США и Республикой Кореи мы не здесь для того, чтобы наказать. Население Северной Кореи, чьё правительство проводит незаконные программы ОМУ в ущерб благосостоянию своего народа. И мы здесь не потому, что у нас есть какие-то враждебные намерения в отношении КНДР. По сути, мы продолжаем призывать к диалогу по любой теме с КНДР без предварительных условий. Да, мы за диалог. Ну а то, что мы проводим учения у границ Северной Кореи, так ребята, на самом деле мы жертва, мы не агрессор. Это они хотят на нас напасть. И мы вынуждены у их границ проводить вот эти масштабные учения только для того, чтобы защититься. Смехотворные. Смехотворно считать, что этот пуск является оправданным или достаточным ответом на встречу. Позвольте мне чётко заявить, Соединённые Штаты и наши союзники пытаются защитить себя от систем доставок ядерного оружия, которые испытывает КНДР и которые, как неоднократно было сказано, сделаны для того, чтобы нападать на нас. Чисто оборонительные учения. У их границ. И, кстати, практически любой вооружённый конфликт начинается со слов, что или они хотели на нас напасть, или они представляют для нас угрозу, и мы были вынуждены нанести превентивный удар. В то же время наш представитель, наш дипломат говорит такая, слушайте, у нас есть конкретный план, как снизить напряжённость на Корейском полуострове. Во-первых, надо перестать душить Северную Корею, надо ослаблять санкции, надо поощрять за то, что Северная Корея выполняет какие-то там резолюции ООН. То есть, американцы говорят, что надо только ужесточать. А Россия и Китай, это те защитники, про которых говорил американец, наоборот говорят, что если Северная Корея выполняет резолюции, идёт на контакт, то надо поощрять её за это, снимать санкции. Россия с обеспокоенностью следит за развитием нового витка эскалации на Корейском полуострове. Особую озабоченность вызывают темпы нагнетания напряжённости с двух сторон, которые подводят ситуацию к опасной черте. С не меньшим рвением группа делегаций во главе с США запрашивает проведение заседаний Совета безопасности по данному вопросу. С момента последней встречи по сегодняшней теме в этом зале едва ли прошло две недели. Не меняется при этом ни содержание выступлений инициаторов дискуссии, ни их подходы. Сегодня они практически дословно повторили свои тезисы. Признаков осознания тупиковости складывающей ситуации мы также не увидели. 27 ноября мы уже обращали внимание на серьёзные перекосы в ремарках отдельных членов Совета при рассмотрении обстановки в регионе, направленные лишь на осуждение Пхеньяна. Убеждены, что такие однобокие подходы в действительности и являются корнем проблемы неспособности Совета выработать правильную оптику для обсуждения нарастающих угроз. Наблюдаем за тем, как обе стороны в сложившейся ситуации обосновывают свои взаимные недружественные шаги с уверенным правом на самооборону. Понимаем мотивы такой риторики как со стороны Пхеньяна, так и со стороны Сеула. Однако, что не поддаётся никакому объяснению, так это присоединение к числу так называемых «жертв» северокарейских провокаций Соединённых Штатов Америки, границы которых находятся в тысячах километрах от корейского полуострова. Параллельно с этим мы видим, как с середины уходящего года в регионе активно разворачивается американская военная машина. Учение союзников Freedom Shield из Санген под руководством Вашингтона являлось ничем иным, как демонстрацией силы, что по определению не может возыметь на ситуацию положительного эффекта. К участию в них были привлечены два стратегических бомбардировщика США Б-52. Достаточно напомнить, что данный самолёт был разработан для доставки термоядерных боеголовок и в годы Вьетнамской войны жестоко зачищал гражданское население этой страны. Месяц назад порт Пусан посетила ударная группа США во главе с авианосцами Карл Винсон и Рональд Рейган. Позавчера, 17 декабря, в южнокорейский порт зашла американская подводная лодка «Миссури». Такая картина всё больше напоминает подготовку к наступательной операции. Нелепо выглядит утверждение, что в этих действиях нет враждебных намерений. Но делегация США неуклонно повторяет, что соответствующие шаги приняты в соответствии со статьёй 51 Устава ООН. Интересно, какие шаги со стороны Пхеньяна, по мнению американской делегации, были бы соразмерны подобным манёвром вблизи своей территории? Господин председатель, Россия неизменно выступает за мирное урегулирование всего комплекса проблем корейского полуострова исключительно политико-дипломатическими средствами, без внешнего давления и шантажа. Решительно призываем непосредственных участников противостояния сесть за стол переговоров. Внешние игроки, прежде всего США, должны прийти к единственно правильному решению в сложившейся ситуации. Воздержаться от дальнейших агрессивных шагов, включая угрозы свержения правительства и демонстрации силы, а также создать условия для взаимоуважительного диалога между Севером и Югом. На столе Совета Безопасности по-прежнему остаётся российско-китайский проект политико-гуманитарной резолюции, принятие которого может стать действительно конструктивным вкладом Совета в процесс регионального урегулирования. Я благодарю за внимание. Ну и в чём, как говорится, она не права. Каждая фраза в точку и по делу. Но тут американец такой, подождите. Вообще-то, мы проводим учения, и нам можно их проводить, потому что на нас нет санкций. А вот Северная Корея под санкциями, поэтому им нельзя ничего проводить. Да и вообще, вы говорите, надо снимать санкции, ослаблять их? Не, это будет тогда поощрением за агрессивное поведение. Коллега из России говорила об одностороннем подходе по этому вопросу. Хочу напомнить российской коллеге о том, что КНДР попала под санкции, а не США. И мы поднимаем эти вопросы в Совете из-за нарушений со стороны КНДР. Российская коллега также говорила о том, что США военно-активна в регионе. Ну, если вы говорите о наших военных учениях, они имеют оборонительный характер. Вы знаете об этом, мы об этом неоднократно говорили на заседаниях Совета. Поэтому поднятие этого вопроса – это еще одна попытка со стороны КНДР продолжить свое угрожающее поведение. Наши учения продолжатся. Они имеют оборонительный характер, чтобы защитить самих себя и своих союзников от этой растущей угрозы со стороны КНДР. Вы, Россия, говорили о резолюции Китая и России по поводу ослабления санкций для КНДР. Это, по сути, будет поощрением КНДР за угрожающее поведение. Мы не считаем, что это ответ, попытка убедить КНДР положить конец своему провокационному поведению. Поэтому я бы хотела сказать российской коллеге, что Совет несет обязательство рассматривать этот вопрос. И, как я уже говорила ранее, мы продолжим это делать, когда мы увидим подобные пуски. И я надеюсь на то, что наша российская коллега изменит курс и поддержит членов Совета в их усилиях по изменению угрожающего и опасного поведения со стороны КНДР. Хотела бы сказать, что главная задача Совета безопасности – это решение проблем и угроз международному миру и безопасности, в том числе на Корейском полуострове. Просто поднимать их в Совете безопасности недостаточно. Призываем Соединенные Штаты Америки изменить свой подход, по-настоящему сделать ставку на политические методы и диалог, и прекратить британие оружием в регионе и нагнетание напряженности. Я благодарю за внимание. США неоднократно пытались провести диалог КНДР. КНДР отказывалась проводить безусловный диалог. И мы попытались сохранять конструктивность. Я согласен с вами, мы хотим не просто обсуждать вопросы, мы хотим что-то делать. И Совет должен действовать в отношении этих нарушений. Поэтому опять я призываю всех членов Совета рассмотреть эту большую угрозу для международного мира и безопасности серьезно. Мы должны действовать через продукт Совета для того, чтобы рассмотреть это безответственное поведение КНДР. Вот так, друзья, мы наблюдаем за очевидным тупиком в Совете Безопасности ООН. Ни Россия, ни Китай не пойдет на уступки Соединенным Штатам. А Соединенные Штаты, в свою очередь, не пойдут на уступки России и Китаю. Ко мне на днях обратился человек и попросил прорекламировать канал его детей. Пацаны растут без матери. Она, в общем, без матери, да? Бабушек тоже нету. И ребята делают подделки, показывают их. Ну и, в принципе, ведут свой небольшой канал. У меня нет мамы, но я живу с братом и с папой. У меня есть мечта пианино и телефон. Но у нас нет денег на это. Так что я хочу зарабатывать честные деньги своими подделками. Вот, какую мы сделали с братом. Если она кому понравится, тот ее купит за маленькую цену. И знаете, мне хоть и нужны деньги, а рекламу мне предлагали за деньги. Но у меня совесть не позволит рекламировать их канал за деньги. Поэтому это не то, чтобы реклама. Это, скорее, просьба. Зайдите, друзья, к ним на канал. Поддержите ребят лайком, просмотром. Может быть, кому-то подделка понравится. Можете купить. В общем, зайдите к ним на канал и поддержите ребят. Даже если вы не собираетесь смотреть на регулярной основе их контент. Просто добрый комментарий, просмотр, лайк. Очень сильно мотивирует. Особенно в таком возрасте. И особенно на маленьких каналах. Так что, друзья, не в службу, как говорится, а в дружбу. Ну, а у меня все на этом. Что думаете по поводу ООН? Пишите в комментариях. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на телеграм-канал. Ну, а если вы хотите поддержать меня финансово. И получить доступ к дополнительному контенту. То можете подписаться на Бусти. Буду рад вас там видеть. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok